Приветик всем! Сегодня 8 апреля, на улице плюс 29 градусов. Сегодня мы покидаем Модену и вчера вечером решили, что приедем сюда. Все пешие туры по заводу уже были раскуплены, но ничего, зато посмотрим музей. Мы приехали в музей Пагани. Для тех, кто не знает, Пагани – это невероятные спортивные автомобили, которыми гордятся самые богатые автолюбители мира. Входной билет сюда взрослому стоит 18 евро. Дети до 12 лет, включительно, бесплатно. При входе в музей – темная комната. Здесь показывают небольшой фильм о машинах Пагани и их создатели Парасио Пагани. Из фильма я вам покажу совсем небольшой кусочек и пойдем дальше. А дальше идем смотреть красоту. Оговорюсь сразу – машин здесь мало, музей маленький, но это того стоит. История Пагани как производителя весьма интересна. Начнем с того, что Пагани в настоящее время является единственным итальянским производителем суперкаров, которые все еще остаются независимой компанией, в отличие от того, как Lamborghini продана Audi или Ferrari, которые теперь являются публичной компанией. Поскольку марка полностью находится под контролем ее создателя, креативное и дизайнерское направление не привязано к нормативным и ориентировано на получение прибыли требованием конгломерата или публичной компании. Компания ограничила производство всего 50 автомобилями в год, в то время как Ferrari и Lamborghini увеличили производство, чтобы заработать деньги для акционеров. Основатель Паганый видел в углеродном балакне будущее высокопроизводительных суперкаров и экспериментировал с ним еще до того, как Формула-1 начала культивировать легкий полимер. В результате автомобили Паганый настолько же невероятно быстры, насколько и великолепны. За три десятилетия своего существования компания выпустила всего около 400 автомобилей, но она не такая большая, как Ferrari или Lamborghini. Но все равно Строй с таким грубым безумием, как было у Ferrari и Lamborghini, до того, как они попали в корпоративную ловушку. И да, Паганый все еще занимается бизнесом и в ближайшие годы планируется выпустить новые модели. Орассио Паганый, родившийся 10 ноября 1955 года, аргентинско-итальянский бизнесмен, и автомобильный инженер, работающий в Lamborghini и Renault до основания Паганый автомобилей в 1992 году. Поскольку Паганый Зонда является первым плодом новой компании, автомобили Паганый продаются за миллионы долларов. Они как модели послепродажного обслуживания, хотя некоторые бывшие в употреблении Паганый перешли из рук в руки по цене от 10 до 20 миллионов долларов на аукционах. Это интересный поворот событий для Арасио, родившегося и выросшего в Аргентине, чей отец был пекарем из Италии. Хотя Арасио Паганый обнаружил инженерную ошибку в стране своего рождения, он с самого начала знал, что ему нужно проследить свои корни в Италии, чтобы оказаться в подходящей среде для реализации своих мечтаний. Он оттачивал свои инженерные навыки в небольшом магазине площадью 80 квадратных метров, который он открыл в раннем возрасте в Аргентине в 1977 году под названием «Фабрика». Там он спроектировал и построил свою первую машину – гонщик «Формулы-3», когда ему было 20 лет. Однако первый настоящий прорыв у Арасио Паганый случился, когда компания «Рено» наняла его для доработки кузова гоночного автомобиля, что позволило ему по-настоящему продемонстрировать свои таланты. В 1982 году он наконец переехал в Италию, чтобы осуществить свою мечту. И там он встретил тогдашнего главного технического директора «Ламборгини» Джулио Алфьери. Он устроился подметать полы в «Ламборгини», но продвигался вверх по служебной лестнице, пока не стал главным инженером, курируя многие проекты «Ламбо», включая прототипы P-140, Diablo и Countach Evolution. Те, кто утверждает, что Паганый существует в первую очередь потому, что «Ламборгини» не заботилась об углеродном волокне, действительно имеют вескую точку зрения. Понимая, что будущее за углеродным волокном, Орасио пытался убедить руководителей «Ламборгини», ими инвестировать в автоклав, чтобы расширить производство компонентов из углеродного волокна. Но руководство «Ламбо» не увидело в этом необходимости, возможно, потому что у главного конкурента «Феррари» тоже не было автоклава. Но Орасио Паганый, одержимый идеей создания невероятно легких автомобилей с кузовом из углеродного волокна, взял кредит в банке и сам купил «Автоклав» в 1987 году. Так, в 1988 году Орасио Паганый, руководящий отделом композитов «Ламборгини», основал «Паганый Компосит Ресерч» и работал над многими проектами «Ламборгини». Орасио Паганый начал проектировать свой собственный автомобиль в конце 1980-х годов, назвав его «Проект Си-8». Позже он переименовал прототип «Фанги-Ф1» в честь аргентинского пятикратного победителя «Формулы-1» Хуана Мануэля Фангио. К тому моменту Орасио Паганый превратился в признанное имя в автомобильной инженерии и дизайне, что дало ему толчок к созданию компании под названием «Модерна Дизайн» для удовлетворения растущего спроса на композиты из углеродного волокна, используемой в автомобилях «Формулы-1» и таких автопроизводителей, как «Феррари», «Деймлер» и «Априлья». Позже «Модерна Дизайн» превратилась в Паганый автомобилей – небольшую фабрику по производству суперкаров ручной сборки. Поскольку строительство началось в 1992 году, прототип «Фангио-Ф1», позже переименованный в Паганый зонда в честь ветра, дующего над Андами, был на полпути домой в 1994 году, после того, как «Мерседес-Бенц» согласился на сделку по поставке двигателей AMG V12. Семь лет спустя Паганый представила зонда C12 стоимостью 2,3 миллиона долларов на Женевском автосалоне в 1999 году. За последние годы зонда отказалась от нескольких специальных выпусков стоимостью в миллионы долларов, включая 3 HP «Парчета», одна из которых сразу же обошлась покупателю примерно в 14,5 миллионов долларов. Семь лет спустя Паганый Семь лет спустя Паганый Модели Паганый суперэксклюзивны и имеют соответствующие цены. Это потому, что Паганый настолько изобилует деталями производителя, что лишь немногие богатые коллекционеры могут позволить себе и оценить истинную ценность машины. Зонда R установила новый рекорд 30 июня 2010 года, проехав Нюрнбург-Грин за 6,47, а впереди в Феррари 5,99XX. Автопроизводитель утроил объем производства, чтобы выйти на рынок США в 2007 году. В 2013 году Паганый предложил Зонда Революсион с двигателем AMG. В12 мощность 800 л.с. по соответствующей цене 2,2 миллиона долларов. Модельный ряд завершился HP Парчета стоимостью 23,65 миллиона долларов, из которых было выпущено всего три модели, включая ту, что находится в личной коллекции Арасио Пагани. Парчета, представленная в 2017 году, должна была стать последней зонда среди многочисленных специальных выпусков. В 2019 году итальянский автопроизводитель заявил, что отныне будет производить только варианты гиперкара на базе существующих шасси. Кроме того, в 2022 году лондонская компания 3D-моделирования и графики LMM Design анонсировала новую зонду на своей странице в Instagram. Компания сообщила, что создает полную спецификацию того, что станет пятой последней частью безумной серии 760 от Pagani. Ни LMM Design, ни Pagani не умалчивают, сколько новый автомобиль будет стоить клиенту, но не нужно далеко ходить, чтобы сделать расчетное предположение. Ведь прошло меньше года с тех пор, как Луис Хэмилтон обменял свою ультраредкие поганые зонда 760 LH за 11,5 миллионов долларов. Интересно, что чемпион Формулы 1 заявил, что единственное в своем роде суперкар ужасно водить, несмотря на то, что он самый по звуку автомобиль, который у него есть. И при этом заработал почти 9,5 миллионов долларов прибыли примерно за 8 лет владения автомобилем. Наряду с будущими гиперкарами Pagani сейчас разрабатывает совершенно новый двигатель V12 с естественной вентиляцией в сотрудничестве с HWA AG разработчиком Mercedes-Benz SLK GTR. Чистая точность и внимание к деталям при создании каждого автомобиля, носящего значок Pagani, просто ошеломляют. Человек, на которого сильно повлияло учение Леонардо да Винчи, Pagani поддерживает стандарты, превосходящие самые высокие в отрасли. В качестве примера беспрецедентного уровня инженерного искусства, продемонстрированного в суперкарах Pagani, можно отметить, что на изготовление значка Вайра, украшающего задний бампер автомобиля, уходит 24 часа. Он вытачивается из цельного алюминиевого блока, таким же образом, как фрезеруются алюминиевые колеса автомобиля. Табличка с именем из обработанного алюминия и колеса – это лишь верхушка айсберга. Когда Арасева Pagani прилагает все усилия, чтобы убедиться, что каждый компонент его автомобилей имеет высочайшее качество и уникальность. Хотя гайки и болты являются одними из самых дешевых деталей, используемых в автомобиле, каждый болт, используемый в Уайра, изготовлен из титана 7 класса, и на каждом из них выгравирован логотип Pagani. Цена одного болта превышает 80 долларов. С учетом того, что на весь автомобиль используется более 1400 болтов, комплект болтов Уайра стоит столько же, сколько Porsche 911. Многие могут подумать, что Pagani Zonda R – экстремальный вариант гиперкара, предназначенный только для треков, является единственной моделью итальянской марки, использование которой запрещено законом. Построенные с 1999 по 2011 год не разрешены к использованию на дорогах в США. Это один из самых удивительных фактов, о котором большинство людей не знает, особенно учитывая тот факт, что в США проживает довольно много зонт. Всеми ими можно управлять лишь периодически, под законом просто показать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, музей закончился. И дальше, как всегда, сувенирный магазин. Мои мальчишки купили там себе кепки. Одна стоила 35, а другая 40 евро. На этом осмотр машин и музеев закончен. Теперь мы отправляемся дальше. А куда – это вы узнаете в следующий раз. Вам хорошего дня и встретимся с вами скоро, здесь же в Италии и на канале Лене МК. На этом все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок